Приветствую друзья! Итак, мы начинаем с вами новый курс, который будет посвящен изучению CSS фреймворка Bootstrap и работе с ним. По традиции первый урок у нас будет вступительным. Здесь мы рассмотрим, что такое CSS фреймворки, вообще, что такое Bootstrap в частности. Мы рассмотрим структуру нашего курса, инструментарий и знания, которые нам потребуются для прохождения данного курса. И начнем мы, пожалуй, со структуры. Данный курс предполагает три основных части. Первая это теория фреймворка Bootstrap. Здесь мы рассмотрим работу с первой очередь сеткой Bootstrap. Также мы познакомимся с основными его компонентами. В общем, мы будем в этой части знакомиться больше с самим Bootstrap. Вторая часть у нас уже будет более практической. И здесь мы возьмем какой-нибудь макет PSD, то есть шаблон фотошопа. И, соответственно, из него мы попытаемся сверстать уже HTML-шаблон, то есть получить готовую верстку, готовую для работы дальше с программной частью, с программированием ее под какой-то движок. Ну и третья часть уже будет тоже практической. И здесь мы вот эту вот полученную верстку попытаемся посадить на какой-нибудь движок, в качестве которого мы выберем с вами WordPress. То есть, проще говоря, мы из HTML-шаблона попытаемся создать тему для WordPress. Таким образом, в данном курсе вы фактически получаете два в одном, то есть вы не только изучите здесь Bootstrap 4, но еще и получите основу работы с WordPress и создание тем для WordPress. Это что касается структуры данного курса. Что касается инструментария, что нам потребуется для работы с данным курсом? Ну, прежде всего, нам потребуется, конечно же, редактор для написания кода. Это может быть любой редактор, это может быть среда разработки, например, это может быть WebStorm, это может быть Visual Studio, но также это может быть и что-то попроще, например, какой-нибудь, как я их называю, блокнот программиста. Это может быть Sublime Text, который я буду использовать в данном курсе. Это может быть Brackets, это может быть даже Notepad++. По сути, это может быть даже блокнот стандартный Windows, если вам, конечно же, в нем по каким-то причинам удобно работать. В общем, здесь никаких ограничений нет. В чем вам удобнее писать код, в том и пишите его. Что касается инструментарий, также нам потребуется какой-нибудь любой современный браузер. Я рекомендую Firefox, либо Chrome, но это может быть и любой другой. Ну и, собственно, это все. Ничего большего нам, по сути, не потребуется, то есть только редактор для написания кода и только какой-нибудь современный браузер. Что касается знаний. Курс рассчитан в первую очередь на новичков, на начинающих, либо же на верстальщиков, которые не знакомы пока еще спутстрапом и хотят это сделать. Вот для них, в первую очередь, и предназначен данный курс. Поскольку курс рассчитан на начинающих, никаких особых знаний вам для него не потребуется. Все, что вам потребуется, это лишь знать основы верстки. Под основами верстки я подразумеваю основы HTML, основы CSS и основы JavaScript или jQuery. Этого будет более чем достаточно. Поскольку Bootstrap рассчитан в первую очередь для упрощения верстки, по сути, вы даже можете не являться профессиональным верстальщиком. По сути, вы можете быть достаточно посредственным, либо вообще начинающим верстальщиком, который с трудом верстает макеты. И Bootstrap поможет вам это сделать быстрее, проще и удобнее. По сути, используя Bootstrap, вы можете на порядок быстрее создавать верстку. При этом эта верстка будет ровной, красивой и кросс-браузерной. То есть, она будет одинаково хорошо выглядеть в любых современных браузерах. И, ко всему прочему, она еще и будет адаптивной. То есть, она будет замечательно смотреться как на десктопах, так и на мобильных устройствах, планшетах и смартфонах. Это что касается знаний. Ну и давайте пару слов о том, скажем, что же такое CSS-фреймворки и что такое Bootstrap. В статье в Википедии CSS-фреймворк вы можете найти определение того, что же такое CSS-фреймворк. Ну, здесь оно немножко странно. CSS-фреймворк – это фреймворк, созданный для упрощения работы верстальщика. Что такое фреймворк – это, по сути, это некий каркас. И вот таковым каркасом в любом CSS-фреймворке можно считать его сетку. Именно сетка – это то, что в первую очередь нас интересует в любом CSS-фреймворке и в том числе в Bootstrap. Именно благодаря сетке мы и можем верстать красивые, аккуратные странички. Верстать их быстро. И именно сетку очень часто берут профессиональные верстальщики из Bootstrap себе. То есть только сетку, никаких других компонентов они просто-напросто иногда не берут. То есть основа, вот такой вот каркас любого CSS-фреймворка – это сетка. Все прочие компоненты Bootstrap, как то какие-нибудь кнопки, таблицы, формы, модальные окна, карусели и так далее – это все уже второстепенное. Мы его можем использовать, можем не использовать, но основа Bootstrap, а его каркас – это именно сетка. Так вот, CSS-фреймворк – это фреймворк, судя из определения, созданный для упрощения работы верстальщика, о чем я вам уже и говорил. То есть вы можете быть, не быть вообще профессиональным верстальщиком. Например, основная сфера моей работы – это все же бэкэнд, верстка – это постольку-поскольку, то есть я не являюсь профессиональным верстальщиком, но Bootstrap мне позволяет восполнить этот пробел. Благодаря Bootstrap я легко могу сверстать макет сайта, который будет одинаково хорошо смотреться в любом современном браузере и при этом будет адаптивным уже изначально. И я смогу это сделать достаточно быстро, имеется в виду сверстать. Ну, вот эта вся простота, она, конечно же, имеет не только плюсы, но и минусы. О плюсах и минусах вы также можете посмотреть вот здесь. Ну, плюс я вам уже назвал. Это и кроссбраузерность, это и быстрота разработки, это и простота разработки, да, то есть даже не профессиональный верстальщик сможет создавать очень быстро макет. Ну, и есть, конечно же, минусы. Минусы заключаются в том, ну, они весьма условны на самом деле, но тем не менее. Минусы заключаются в том, что вам придется подключать несколько дополнительных файлов. В случае с Bootstrap, например, вам придется подключать CSS файл данного фреймворка, данной библиотеки. Вам придется подключать JS его файл, если вы хотите пользоваться всем его великолепием. Ну, еще один JS файл дополнительно, мы потом увидим, что это за файл. Ну, и вам потребуется библиотека jQuery, а также, чтобы Bootstrap мог работать. Ну, библиотека jQuery используется сплошь и рядом, хотя я в последнее время встречаю мнение о том, что jQuery можно уже не использовать и зачем его использовать и так далее. Чуть ли он не устарел уже, эта библиотека. Но на самом деле это мое личное мнение, это далеко не так. Опять-таки Bootstrap без jQuery не работает. Опять-таки, масса галерей, масса слайдеров без jQuery не работает. Попробуйте использовать тот же самый old-carusel, тот же самый, там, Niva slider, тот же самый, любой другой jQuery slider, тот же самый fancy box, lightbox и так далее, модальные окна вот эти вот, все они без jQuery не работают. jQuery изначально встроен во множество CMS, во множество PHP фреймворков. Поэтому заявлять то, что jQuery это уже библиотека устаревшая, ее использовать не нужно и вообще зачем писать код на jQuery, если можно написать его на нативном JavaScript. Это все какие-то такие немножко максималистские рассуждения. На самом деле jQuery актуален, был, есть, ну, еще и, наверное, будет достаточно долго. Поэтому, возвращаясь к недостаткам. Недостатком является то, что, условным, как я сказал, недостатком является то, что все же придется подключать дополнительные файлы для работы с Bootstrap. Ну, от этого никуда не деться. Следующий недостаток здесь тоже весьма условный. Дизайн будет зависеть от CSS-библиотеки. Сказано, но на самом деле дизайн Bootstrap легко кастомизируется. Это вы можете, мы тоже с вами увидим. То есть, в итоге, допустим, мы с вами совершаем шаблон, который, ну, весьма отдаленно будет напоминать стартовый шаблон Bootstrap. Вот. Ну, и, в принципе, это, пожалуй, все недостатки, которые можно здесь назвать. Что касается других CSS-фреймворков, на самом деле Bootstrap не единственный здесь. Их достаточно много. Здесь вот небольшой список их представлен. Статья немножко уже устарела. Ну, например, вот 960 Grid System, это библиотека для быстрой разработки макетов. Она уже достаточно древняя и, наверное, уже не используется. Ну, по сути, сейчас два основных фреймворка, которые можно использовать, CSS-фреймворка, наиболее популярный имеется в виду. Это Bootstrap и это Foundation. Но Bootstrap это CSS-фреймворк, который на сегодняшний день является, по сути, номером 1. То есть, это наиболее популярный CSS-фреймворк, который встроен во многие CMS-ки, PHP-фреймворки. Ну, используется он, как бы, часто по умолчанию во многих решениях. Вот. Что касается Bootstrap, мы с вами будем на сегодняшний день использовать версию актуальную. Эта версия сегодня актуальна на момент записи курса 4.2.1. Вот ее мы с вами и будем использовать. А если на момент просмотра курса выйдет какая-нибудь другая версия, например, 4.3 там и так далее, это не значит, что курс устарел. На самом деле, ну, вот еще в... Сейчас вот, начало января, в конце декабря, 20-го числа, по-моему, вышла версия 4.2.1. До этого была актуальна версия 4.1.3. Вот это вот. По сути, что появилось 4.2.1, это просто появилось... Появились несколько новых компонентов и все. Никаких новшеств, никаких изменений в основном каркасе Bootstrap, то есть в его сетке, не произошло. То же самое будет касаться и всех прочих версий четвертых до пятой. Если таковая будет, то есть выйдет там 4.3, 4.4 и так далее. Все, что будет рассмотрено в данном курсе, оно будет актуально и для всех прочих версий до пятой. То есть этот момент учитывайте. Что касается Bootstrap 3. Bootstrap 3 также является актуальным. И актуальным решением, если вы верстали на нем, то вам будет достаточно просто перейти и на Bootstrap 4. Поскольку, опять-таки, сетка осталась... Классы сетки остались во многом теми же. Есть некоторые изменения в сетке Bootstrap 4. Мы их с вами рассмотрим, конечно же. Но если вы работали с третьим Bootstrap, то перейти на четвертый вам будет очень и очень просто. Это будет большой громадный плюс. Ну что же, на этом, пожалуй, текущий урок вступительный мы с вами будем завершать. И в следующем уроке мы с вами перейдем уже к теории изучения фреймворка Bootstrap.